Республика живет по системе QR-кодов уже месяц. Как по-вашему это уже принесло первые положительные плоды? Чтобы не быть голословной, я бы хотела сказать, что благодаря вот этим введенным дополнительным ограничительным мероприятиям, к тем, которые у нас уже были, у нас оставался обязательно масочный режим, запрет на массовые мероприятия, ряд антиковидных мер на отдельных организациях, учреждениях, естественно, мы стали наблюдать постепенное снижение госпитализации. Это основной прогностический показатель, который говорит о реальной существующей эпидситуации. Мы видим снижение тяжелых форм заболеваемости, мы видим меньшее количество, которое проходит через реанимационную помощь, снижение госпитализации. Вот на самой высокой неделе, или на пике интенсивности ПИД-процесса, на 42-й неделе, у нас было за неделю госпитализировано 1018 человек, достаточно большое количество больных, причем большое было количество лиц с тяжелой формой и находящихся на искусственной вентиляции легких. Вот, и потом постепенно мы начали снижаться, и последние две недели, 46-47 неделю, мы видим, что у нас заболеваемость, она стабилизировалась. Мы видим снижение госпитализации в стационары, снижение количества лиц, находящихся на искусственной вентиляции легких, вот, почти 2-2,5 раза. Поэтому мы, конечно, вот за такой путь, за расширение тестирования, за снижение тяжелых форм и за увеличение охвата иммунизации. С декабря как раз особый контроль он вводится на предприятиях, за теми, кто по каким-либо причинам все-таки еще не вакцинировался. Вот, как это будет происходить и в целом, вот, если в процентном соотношении, сколько все-таки наших земляков уже сделали прививку? У нас на сегодня порядка в республике 320 тысяч привито, это где-то на уровне 66% от взрослого населения. А что касается тех профессиональных групп, которые мы определили в постановлении по иммунизации отдельных профессиональных групп, вы знаете, в июле у нас было первое постановление, второе постановление было уже в октябре, то по этой группе могу сказать, что мы определили контингенты, вы знаете, что это, группы риска, определили количество их, определили сроки. Вот, их порядка 297 тысяч человек. Вот, на сегодня у нас охват составляет, по всем тем данным мониторинга, которыми мы владеем, на сегодня на уровне 88%. Ну, сейчас вот заговорили о новом штамме, что по этому поводу думают, говорят ваши коллеги-эпидемиологи. Любая мутация вируса, она сказывается именно на контагиозности этого вируса. Вот, что касается патогенности, пока тоже нету результатов, но тем не менее на сегодня принимаются все меры для того, чтобы, во-первых, не допустить завозы этой инфекции, а в случае заноса этой инфекции на территорию Российской Федерации, естественно, принять все меры для того, чтобы локализовать тот или иной очаг. Сегодня 20 стран вовлечены уже в этот эпид-процесс, поэтому на сегодня усилен, в Российской Федерации усилен контроль на санитарно-карантинных пунктах при пересечении через границу. Ну, во-первых, у нас авиасообщение, да, закрыто странами Южной Африки. Во-вторых, если есть лица, которые будут лететь через третьи страны из ЮАР, естественно, они у нас подлежат на сегодня изоляции на 14 дней. Ну, на карантин они высаживаются. Будь то привитые или не привитые жители, в любом случае. Не имеет значения, да. А вот, что касается всех прибывающих на сегодня из тех стран, где на сегодня есть регистрация этих случаев, они у нас на сегодня тестируются прямо при пересечении границы методом ИХА, то есть экспресс-тестом, сразу получают результат. На сегодня могу сказать, что не зарегистрировано ни одного случая заболевания в Российской Федерации. Ситуация находится на сегодня на контроле. Ну, вот сейчас медленно, наверное, они подключаются еще сезонные вирусы. В прошлом году по гриппу, кстати, всплеск заболеваемости зарегистрировано не было. А какие прогнозы на этот сезон? Можно ли их уже делать? Если вы помните, да, наши все предыдущие годы, в том числе доковидные годы, у нас все-таки пик заболеваемости, гриппа, муровые, мы фиксировали с вами в начале февраля, а вот и весь февраль мы пребывали вот на таком вот, на повышенном фоне заболеваемости. Но сегодня я бы, конечно, как эпидемиолог хотела бы, и думаю, что так и будет, что также по классическому сценарию пройдет весь наш сезон подъема заболеваемости гриппа муровые. Но могу сказать, что в ряде субъектов Российской Федерации на сегодня регистрируются вспышки гриппа H3N2. И это достаточно не очень благоприятный прогностический признак о том, что вот с такого практически раннего сезона у нас уже регистрируются групповые случаи. Поэтому мы здесь прикладываем все усилия, очень сильно агитируем наше население прививаться против гриппа в первую очередь. На сегодня охват у нас на уровне 24,7%, это достаточно низкий процент. Поэтому ко всем обращаюсь, пока не поздно, обязательно надо сделать профилактическую прививку, потому что наличие микс-инфекции, наслоение гриппа и коронавируса достаточно тяжелая нагрузка для человека. Можно, конечно, привлечь к определенным неблагоприятным последствиям для организма. Не за горами новогодние каникулы. Здесь такое двоякое, наверное, у эпидемиологов настроение. С одной стороны, при разобщении коллективов эпид-обстановка налаживается, а с другой люди начинают путешествовать, встречаться коллективами, друзьями, компаниями. И вот именно это может спровоцировать вновь всплеск заболеваемости. Поэтому заблаговременные советы, как спланировать свой досуг, сейчас, наверное, будут очень кстати. Мы, конечно, эпидемиологи, в первую очередь, очень сильно рекомендуем, настоятельно рекомендуем провести все эти праздники в кругу семьи. Все-таки мы не планируем, мы не рекомендуем планировать какие-то поездки за пределы, за пределы Российской Федерации. Вот. И, ну, это самое главное. Та хрупкая стабилизация, которая сегодня достигнута, она ведь достигнута только благодаря тем ограничениям, которые на сегодня были вовремя введены. Они были, в первую очередь, пневмологически оправданы. Это вынужденные меры, а не временные меры. А можно сказать, их даже экстренные меры. Вот. Естественно, сейчас вот разрушить все это, да, то мы будем опять иметь, естественно, через два инкубационных периода мы опять будем иметь подъем заболеваемости. Мы опять будем видеть и госпитализацию высокую. Пандемическое время, оно вот такое, его надо просто переждать. Оно не будет вечным, естественно, оно завершится. Когда, то есть, все это завершится, все эти ограничения, то есть, все сейчас зависит, в общем-то, от каждого жителя. Да, от каждого жителя. Светлана Ильгизовна, спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!